Итак, о задержании Анзора Губашева и Заура Дадаева стало известно накануне. О том, как эта операция проходила и о реакции местных жителей, людей, которые знали задержанных, выяснил наш специальный корреспондент Андрей Чистяков. Подробностей не так много, в основном журналистам приходится их узнавать, что называется, заобщение с местными жителями, потому что силовые структуры пока хранят молчание. Это, возможно, связано с тем, что здесь накануне работали какие-то столичные группы. Одного из подозреваемых задержали вот здесь. По дороге от Молгобека до сельского поселения Вознесеновская есть оползневой участок. На нем любой автомобиль сбрасывает скорость. По словам местных жителей, все произошло поздним вечером 5 марта. До ближайших домов, примерно метров 250-300, каких-либо звуков выстрелов или подозрительных шумов никто не слышал. А днем позже был также задержан еще один подозреваемый. Есть информация о задержании еще одного подозреваемого. Он приходится братом одному из задержанных. И сейчас эту информацию мы проверяем. Что касается местных жителей, которые обсуждают эту новость, сегодня достаточно горячо. По крайней мере, с вчерашнего вечера, когда стало известно о задержании вот этих вот молодых людей. Им немногим чуть более за 30. И здесь, в Молгобеке, это Молгобекский район, довольно оживленно. Особенно соседи, конечно, обсуждают. И все в один голос утверждают, что эти люди недостойны быть подозреваемыми. Во всяком случае, их, по крайней мере, таковыми считают. Нам удалось записать с матерью одного из подозреваемых. Сыновья находились в Москве, там работали. Младший шадид работал на постоянной. А Анзор, когда работа есть, когда нету. Отслужил армию. Сын Гушетии был в Подмосковье в армии. Почетные грамоты. Все, все, все. Чтобы кого-то убить, это нет. Один из подозреваемых действительно работал водителем КамАЗа. Может быть, дальнобойщиком. Может быть, перевозил какие-то грузы. И многие соседи подтверждают, что эти молодые люди не появлялись здесь довольно-таки долгое время. Но вот с одним из соседей, с которым надо вас поговорить, он, по крайней мере, нам заявил, что примерно полтора года не видел одного из молодых людей. И во всяком случае, когда они появлялись здесь, то никоим образом не выказывали, что у них появились какие-то лишние деньги, дорогие автомобили и что-то еще. И чем они занимались в Москве, тоже никто не знает. Так что остается очень много догадок здесь. И нам еще предстоит, видимо, поработать, чтобы добыть какую-то информацию. Следователи, между тем, уже провели обыск в одном из частных домов в подмосковном Одинцове. Именно там на протяжении примерно года проживали приехавшие в столичный регион из Ингушетии братья Губашевы. О результатах этого обыска пока в интересах следствия не сообщается. Ну и как стало известно, буквально несколько минут назад это сообщение информационных агентств, подозреваемых этим утром отвезли в Следственный комитет на допрос. Это было примерно в 10 утра по московскому времени. И в ближайшее время Губашево и Дадаево действительно должны доставить к зданию Басманного суда. Ну а вот эти кадры мы получили минувшей ночью у здания Следственного комитета. Они были сделаны около... У здания стоят автозаки, это видно на кадрах. Не исключено, что следователи не стали откладывать работу до утра, начали оперативные мероприятия, как только задержанных предоставили в распоряжение сотрудников правоохранительных органов.